Наша задача – сразу использовать наши знания и инсайты на практике. Давай я тебя попрошу умножить 48 на 35. Но, к сожалению, ни вечных двигателей, ни философского камня алхимиков не существует. Вообще, что это? Куда это? Да? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы вам вкратце рассказать о том, что такое технология факт-карт, как это работает и зачем они вообще нужны. На самом деле мы сделали целый онлайн-курс, который так и называется – факт-карты. Это 6 недель интенсивных занятий. За это время мы соберем 12 факт-карт с участниками курса и решим их проблемы. Ну а те, кто будет его проходить, получат все необходимые теоретические знания, практические навыки и целый комплекс лайфхаков, как улучшить свою жизнь с помощью мышления. Уверен, что благодаря курсу факт-карты вы научитесь пользоваться этим инструментом мышления, решите задачи, которые перед вами стоят, ну и вообще ощутите, так сказать, работу своего мышления. Сегодня же у нас просто что-то вроде экскурсий. Мы с Юлией Тихоновой составим на ваших глазах факт-карту о факт-карте. Поговорим о том, что это за инструмент такой, почему он важен, полезен, как он связан с работой мозга, да и вообще о том, почему думать это круто. Что-то, конечно, покажется вам в этом видео непонятным или даже сложным, но таковые издержки интеллектуальных экскурсий. Ничего не понятно, но очень интересно. В общем, надеюсь, вам понравится наша интеллектуальная шалость. Подумаем с вами о факт-картах, а точнее о нашем с вами мышлении с помощью факт-карты. Садитесь поудобнее, мы начинаем. Ну что, Андрей Владимирович, мы должны сегодня с вами поговорить о том, что такое факт-карта, что это вообще за инструмент такой. С чего начнем? Мы начнем просто с самого инструмента, в чем, собственно, его ход. Зачем вообще нам, хочется сказать, зачем нам вообще думать? Все же думают постоянно, а толку мало. Значит, наша задача думать для того, чтобы достигать каких-то результатов, решать задачи, которые перед нами стоят. Но при этом мы думаем над своими задачами и оказываемся в ловушке собственного мозга. Я предлагаю еще зафиксировать, что у нас есть привычный способ думать о задаче. Это про впечатление, да, в эту сторону? Нет, это про нарративы. Потому что сюда у нас встанут когнитивные искажения, да? Да, а сюда у нас встанут особенности работы мозга такового, который решает задачу, да? Значит, что у нас еще здесь есть? Я думаю, что отдельный вопрос, это словно говоря, что такое вообще картирование реальности. Ну, да. Когда вы начинаете думать над какой-то проблемой, вам нужно прежде всего создать пространство мысли, как на факт-карте, так и в своей голове. Именно поэтому первый этап выглядит слегка хаотичным. Возможности нашего активного внимания и сознания крайне ограничены. Поэтому, если вы хотите получить достойный разбег для своей мысли, вам нужно сначала выгрузить из оперативной памяти то, что, так сказать, крутится у вас на кончике языка. Вы просто записываете на карту какие-то мысли, соображения, которые первыми приходят вам на ум, когда вы думаете о соответствующей проблеме. Таким образом, на факт-карте появляются первые факты, а ваша оперативная память освобождается, чтобы пустить в себя новые мысли, которые тем временем зреют у вас в мозге бессознательно с помощью так называемой дефолт-системы. Мы с Юлей много занимаемся разработкой технологии факт-карт. И первое, что пришло нам в голову, это понятие эффективности мышления, мышление как способ создания карт реальности, а также привычные, читай, стереотипные способы думать, ну и ловушки мышления, конечно. Посмотрим, куда факт-карта факт-карт заведет нас дальше. Я бы начал с того, что вообще, с чем мы обычно сталкиваемся, да? Значит, нам надо вот от привычного способа думать перейти к эффективному решению задач. Привычный способ думать – это создание, ну, некого представления о том, что происходит в моей жизни. По нарративу можем уже написать. Что такое нарратив? Это линейная, по сути дела, история, в которой факты, я буду прессовать, да, вот у нас есть какие-то факты, то есть что-то, что мы знаем, да? И мы строим некий единый вектор, и какие-то факты, они как-то сюда притягиваются, к нашей истории, да? А какие-то отстоят, они могут еще вот здесь находиться. И мы их начинаем, ну, просто не видим, не замечаем, игнорируем и так далее. У нас получается единое повествование. Мы же всегда живем в историях о том, что с нами происходит, да? Здесь у нас, например, создание представлений может быть о чем? Там, в планах на жизнь, да? У нас может быть создание представлений о том, там, что происходит в соответствующем, ну, там, в моей профессиональной сфере. У меня профессия, условно говоря, я не знаю, там, менеджер по продажам, условно говоря, да? И я пользуюсь каким-то набором навыков, которые у меня есть, и считаю, что я большой специалист, и все у меня хорошо происходит. Вот, но при этом есть еще большое количество как бы знаний, фактов, как бы областей, нейромаркетинг есть, там есть куча всего, что можно, чем можно обогатить свое профессиональное видение до того, чтобы... Более компетентным стать, да. Более компетентным, да, и решать это. Планы, это, условно говоря, это мы все время находимся в ситуации выборов каких-то. Люди все время говорят, я вот и то хочу, и это хочу... Или ничего не хочу. Или ничего не хочу. Что же я хочу на самом деле? Если он посмотрит на это не в рамках своего обычного нарратива, да, а... креативного продукта, да. Можно же просто думать про то, что мне надо сделать отчет. Отчет — это креативный продукт. Или там, мне нужно написать сценарий, например. Любой креативный продукт требует вдохновения. Но, как мы понимаем, вдохновение — это не какая-то мистическая вещь, которая существует, да, а это, когда мы даем нашему мозгу возможность учитывать большее количество параметров для того, чтобы как бы его возбудить этими фактами, заставить его из этой линейности, чтобы стало уже неудобно в этой линейности функционировать, и как-то моя конфигурация, она бы становилась сложнее. Она учитывала бы все факты, и мы получали бы не какой-то линейный продукт, а более объемный, да. Наш вот обычный этот нарратив в создании вот этих представлений недостаточно эффективный способ. И вот для увеличения эффективности мы должны увеличить количество фактов, да. Значит, собственно говоря, вот что такое это как инструмент. Технология создания факт-карт — это в каком-то смысле способ обмануть наше обычное мышление. Сократ говорил, я знаю то, что ничего не знаю, но другие не знают даже этого. Мы же вправе сказать так. Многие думают, что они думают, но мы знаем, что не следует принимать всякую мысль за мышление. И правда, стандартный способ думать обычного человека — это укладывание неких фактов в стройную и складную историю. Но создание такой истории, нарратива, не является подлинным мышлением. Это его имитация. Это работа так называемого интерпретатора области мозга, которая находится в височной доле вашего левого полушария. Задача интерпретатора — сделать все, с чем мы имеем дело, ясным и понятным, не вникая в суть происходящего. Мозг, как известно, ленив и буквально ненавидит неопределенность. Поэтому он старается игнорировать особенности, нюансы ситуации, а также, насколько это возможно, объяснять непонятное понятным. В результате он плодит иллюзий, интеллектуальные карты, неадекватные реальности. А мы всякий раз удивляемся, почему что-то пошло не так, хотя вроде бы изначально все казалось таким ясным и понятным. Проще говоря, всякий раз, когда вы и в самом деле решаете задуматься, вам нужно справиться с демонами понятности, очевидности и ясности. В общем, вспомнить ту самую фразу Сократа и обратиться к факткарте, начать с ней работать. Если мы опираемся на нарративы, которые придумал наш мозг, чтобы нас же им и успокоить, мы далеко не уедем. Психиатры, скажу я вам по секрету, тоже готовы с любым бредом больного согласиться, только бы он перестал буянить и стал делать, что ему говорят. Но нам-то как раз нужно интеллектуально побуянить, а иначе как мы сможем вскрыть застарелую проблему или найти решение, требующее учёта не какого-то узкого и ограниченного количества фактов, а их максимального количества. Сейчас посмотрим по привычным способам, про ловушки мышления. Скорее, это такой вот наш нейрофизиологический лайфхак, который позволяет нам не допустить тех ошибок, которые у нас мозг регулярно вбрасывает. Значит, какие у нас есть ошибки, которые... Ограниченность сознания. Ограниченность сознания в первую очередь, потому что ваше сознание, мы его любим очень хвалить, но на самом деле оно как раз именно линейно, потому что сознание для того, чтобы мы из всей многообразия фактов приняли одно решение, да, мы решаем всегда одну задачу, мы перескакиваем с задачи на задачу, но на самом деле сознание способно только одну задачу удерживать в голове. Дальше вот просто про факт-карту, если говорить, кто действительно серьезно над своей проблемой раздумывал на протяжении длительного времени. Я думаю, это вообще главный, наверное, лайфхак. Если ты просто сядешь и подумаешь час о своей задаче, это уже будет намного больше, чем люди делают обычно. Да, потому что нет такого навыка системно заниматься вот разворачиванием фактов и карты вот этой нашей прекрасной территории. Вот. И что, человек, происходит? Первое — это мы должны понимать, что сознание будет пытаться нас постоянно уводить в какие-то другие стороны, потому что ему сложно концентрировать этот затратный процесс. А еще это часто какой-то травматичный вопрос, какой-то сложный, какая-то задача, которая явно осмысление требует, а не так. Да, но если мы ее до сих пор не решили, то, очевидно, там есть какие-то скрытые подводные камни, которые нас сбивают с толку. Значит, второе — это вообще продолжительность сознательной мысли. Три секунды. Три секунды. Это кажется очень странным, но это действительно так. Не случайно в тексте, когда мы пишем что-то, мы же пишем предложениями. Потому что если предложение окажется дольше, чем сознательно мы способны его удержать, то мы потеряем смысл, от чего там идет речь. И очень важная вещь, связанная с сознанием, это третье ограничение — это количество интеллектуальных объектов, которые мы можем удерживать одновременно в голове. То есть, условно говоря, давай я тебя попрошу умножить 48 на 35. Я могу в столбик начать умножать? Да, давай. А вслух можешь? 48 на 35. Получается, здесь 0, 4 в уме, 24. 4 в уме. Значит, она сделала дополнительную пометку, потому что это бы вылетело у нее из головы. Нужно это удерживать в голове. И у нас количество элементов, которые мы можем удержать в голове, ограничено тремя элементами. Память способна ухватить число Миллера, 7 плюс минус 2. Это если мы говорим про вот такую оперативную память, что мы можем по этому телефонный номер, мы более-менее способны схватить. У нас появляются префиксы, мы уже теряемся, да? Как мы справляемся с проблемой, связанной с ограниченностью сознания в нашей обыденной жизни? Случается же так, что мы учитываем большее количество факторов и принимаем неплохие решения. Как это происходит? Ну, это работа дефолт-системы. Ну, это мы уже сейчас знаем, благодаря, значит, последним исследованиям, да? Ну, поговорить с кем-то можно. Мы что-то знаем там с Архимеда, Менделеева, Анри Пункаре. Что они нам рассказывают? Что нужно ходить в ванну, ступать на подножку лифта и спать. Да. Архимед долго решает какую-то задачу, связанную с измерением объемов. И решает ее, решает, ничего у него не происходит. Он отвлекается на то, чтобы заняться приемом ванной, садиться в ванную, и вот эта вот выплеснувшаяся вода вдруг наталкивает его на мысль, что есть способ измерения за счет вот этих вот... Ну, что можно погрузить воду, можно Архимеда, можно золото, и высчитать, сколько объем воды будет вытолкнуто, и так далее. И он воскресает Эврика. Да? Менделеев сидит, долго перебирает все химические элементы, которые у него есть в голове, потом он говорит, нет, это невозможно вообще-то, я не поняту никакие закономерности, веса видим, значит, это вот металлы, это газы, вообще что это, куда это, да? Ну вот, отпускает это, ложится спать, и благополучно во сне, ну, это легенда, но многие из нас тоже знают, что они что-то подумали вечером, не знали решения, а утром проснулись. Выкристаллизовалось. Выкристаллизовалось, что-то мозг думал в этот момент и выложил это как периодический закон, да? Он встает и фиксирует. Еще можно вспомнить Пуанкаре, который я всегда привожу в пример с его математическим творчеством, который с знаменитой статьей, где он рассказывает, как он долго бился над решением, там очень сложной, большой задачи, ничего у него не получалось, но пошел на прогулку и вот, садясь вдруг на фуникулер, беседуя со своим товарищем совершенно на ни о чем, как бы сказать, не связанными вещами, у него вдруг из него пришла та единственная, значит, пронзила его мысль, как эта задача может быть решена. Как я вам уже говорил, наше сознание ограничено. Когда исследуют возможности оперативной или, как ее еще называют, рабочей памяти, то оказывается, что она не в силах удержать более трех динамических объектов или элементов, аспектов ситуации. Это хорошо иллюстрирует пример невидимой гориллы, которую, я думаю, многие из вас знают. Автор этого эксперимента выдающийся исследователь Ульих Найсер, один из основателей современной когнитивной психологии. В этом эксперименте испытуемым показывают видеоролик, где две команды, одна в черном, другая в белом, по три человека в каждой, передают друг другу мяч, а испытуемые должны сосчитать, сколько раз мяч перешел от одного игрока белой команды к другому игроку. В середине видео в кадр заходит человек, переодетый гориллой, и проходит сквозь толпящихся игроков. Однако 50% зрителей этого просто не замечают, потому что они слишком сосредоточены на по счете передач. Вот вам и широта сознания. Но как нам вообще удалось выжить и стать еще таким венцом творения, покорившим мир, если наше сознание так ограничено? Это связано с тем, что реальное, действительное мышление разворачивается в нашей голове не на сознательном уровне, а подсознательно. Дефолт-система мозга, которая отвечает за этот процесс, способна удерживать не три, не четыре объекта, а до 150. К сожалению, правда, мы не можем увидеть все их вместе, потому что у сознания узкое горлышко, но тут нам на помощь приходят факт-карты, которые позволяют нам выгрузить эти наши подсознательные мысли на бумагу партиями друг за другом. Таким образом, мы задействуем в процессе мышления сразу и дефолт-система мозга, отвечающая за подсознательное, глубинное мышление, и центральную исполнительную сеть, ту, что отвечает и помогает нам осознавать собственные мысли. Знаменитые примеры случайных открытий Архимеда, Дмитрий Иванович Менделеева или Анри Буанкаре — это лишь верхушка айсберга. Ровно то же самое переживали Ньютон, Дарвин, Штейн, Фейман и многие другие великие умы. И все это благодаря способности одновременно включать и переключать две указанные базовые нейронные сети в дефолт-систему и центральную исполнительную сеть. Подробнее обо всем этом вы узнаете на курсе Факт-карты. А здесь мы, что называется, просто проходимся по касательной. В нашем мозге есть какой-то механизм, который крутит вот те факты, которые мы в него загрузили. Он может это, он крутит это постоянно. Мы это знаем на примере, как... Моумственная жвачка — это вот эти мысли, которые нам не дают покоя, к которым мы постоянно возвращаемся. Да. Почему это важны для нас? У нас вообще есть вот этот механизм, что мы постоянно продумываем. Другое дело, что мы обычно продумываем всякую ерунду, мозг пытается решить задачу, у него нету решения, да, и наша задача помочь ему решить, да, и если читать книгу «Чертоги разума», то мы знаем, что умственная жвачка состоит из бессмысленных мыслей, да, которые думай, не думай, толку никакого, из мыслей, которые просто нужно внести в план, потому что мы многое помним, чтобы не забыть. И мысли вот эти самые, да, которым наша факт-карта и применяется, мысли, которые нужно додумать. Да, и мысли, реально есть вещи, в которых мы, опять же, возвращаясь, какие-то планы, создание креативного произведения, совершенствование своей происходственной сферы, решение каких-то личных проблем. Все это можно как бы додумать, понимая, что просто сознанием это невозможно. Мы не все с вами Архимедом, Менделеевы и Пуанкаре, да, и нам надо как-то использовать механизм, который эти замечательные люди использовали просто, потому что они были озадачены соответствующим вопросом. Мы знаем, что мозг может так делать, и дальше мы задаемся вопросом, а что в мозге это делает? И тут приходит наша замечательная, которая ты уже сказала, DSM. Что такое DSM? Ну, дефолт-система мозга – это такая функциональная сеть, которая у нас включается, когда мы когда-то ни о чем таком не думаем. Находимся в блуждании, но и вот она как раз может учитывать больше количества фактов. Ну, действительно, вопрос выживания был связан с тем, насколько хорошо мы просчитываем отношения между другими людьми. И, как уже выяснилось, благодаря Донбару, Робину Донбару, вот это число Донбара, оно представляет собой 150 человек, то есть 150 интеллектуальных объектов, образов других людей, способных жить в нашей голове. Но одно дело, когда мы думаем сразу про всю стаю, нам не надо думать про всю стаю. Значит, мы приходим на работу, мы думаем про, условно говоря, 30 человек, которые у нас по работе. Приходим домой, думаем про 15 человек, которые создают наш семейный круг. Наша дефолт-система не работает всегда целиком. Она работает в каком-то... Я рассорился с супругой, я кручу вот эти все вещи. Я не использую сразу все расчетные мощности, которые есть в рамках нашей дефолт-системы, которая открыта была Маркусом Рейчелем. Это же замечательно. В 2001 году. Ну, она была открыта раньше, в 2001 году уже была сформирована теория дефолт-системы мозга, и мы выяснили, что у него огромные расчетные мощности, которые мы не используем в полном объеме. И если вот эти люди озадачены, то они используют расчеты эмоции, которые учитывают много факторов. Но можно учитывать понемножку, и тогда все это превратится в умственную жвачку, и дальше все это превратится в автоматизм. Как я думаю о супруге, как я думаю о ситуации на работе, и так далее, игнорируя большое количество фактов, хотя бы я мог бы их учесть, и тогда сделать решение более комплексным. Причем нужно же учитывать еще, что вот эти наши мысли про социальные отношения нас куда больше занимают, потому что мозг для них и создавался. И всегда намного сложнее обсчитать какое-то сложное содержание, математическое, химическое, научное, какие-то свои задачи, рабочие, намного легче думать о том, кто тебя любит недостаточно. Да, легче все время переключиться, я говорю, концепция аут-аут, или-или, да, вы или постоянно думаете на работе про всякие разные конфликты, кто кому чего, куда как сказал и прочее, да, то есть у нас есть дефолт-система, она или работает по нашей задаче, да, что такое эффективное решение задачи, прежде всего это целенаправленное мышление, то есть когда мы ставим перед собой задачу, да, вот, и решаем ее целенаправленно с использованием инструментария, значит, нам нужно понимать что мы делаем, поэтому в центре факт-карты мы всегда пишем, куда мы должны прийти, на какой вопрос мы должны ответить, да, дальше мы должны озадачиваться, то есть это для нас должно стать каким-то внутренним психологическим вопрошением, да, доминанта, да, чтобы у нас сформировалась вот эта задачность, как то, что мы как бы внутренне испытываем, мы не просто рассказываем бумаги, историю, про то, как нам тяжело живется, или как плохо пишется сценарий, или еще что-то, это на самом деле инвентаризация фактов, которые есть в голове. Эволюционно дефолт-система мозга, обеспечивающая наш мыслительный процесс, формировалась для социального взаимодействия. Этому феномену, перерождение из социальной системы в систему абстрактного мышления, я посвятил свою книгу «Чертоги разума». В ней я подробно рассказываю о том, какая-то непростая задача для мозга видеть отношения между людьми, которые, что называется, не пощупать и на вкус не попробовать. Однако, этот же навык видеть невидимое очень пригодился человеку разумному, который научился таким образом думать о очень сложных вещах. Например, что такое математика, если не отношение чисел друг к другу, физика, если не отношение сил и энергии, которые мы не видим, а только осознаем, предполагаем. То же самое касается и искусства, и бизнеса. Это всегда нечто большее, чем конкретные объекты искусства или станки и рабочие. Итак, наши мозги изначально созданы быть социальными, а не абстрактно мыслящими. Социальное мышление ребенок демонстрирует с молодых ногтей, а вот и языку, и наукам ему придется долго и зачастую непросто учиться. В результате мы более склонны жевать в голове социальную умственную жвачку, кто нас обидел, подвел, кто нам что-то задолжал, кто нам что-то должен был сделать, а не сделал, как добиться от человека того, чтобы он сделал так или иначе. Значит, это наш мыслительный сервер постоянно занят вот этой социальной ерундой. Заставить его выбросить весь этот гвал чужих голосов из нашей головы и понудить, сосредоточиться на задаче – целая проблема. Но без этого никак нельзя. Иначе мы растратим все ресурсы нашего мышления на мытье чужих костей и оправдание собственных. Аут-аут, как говорили древние, или-или. Или умственная жвачка, или целенаправленное мышление. Сервер один, и хоть мысли про других людей для нас привычнее, чем научные проблемы, например, или эффективные бизнес-решения, его надо научиться использовать правильно. Собственно, факт-карты – это и есть технология, которая, с одной стороны, позволяет вам проработать свою умственную жвачку и освободить место на вашем интеллектуальном сервере под действительно важные задачи. Кроме этого, факт-карты помогают вам сфокусироваться на проблеме и удерживать ее в поле своего сознания, не допуская в него ненужную информацию, которая пытается сбить вас с толку, отвлечь, переключить ваши мысли на всякую ерунду. Думать и правда сложно, тут нужна концентрация и фокус. Вот почему факт-карты – это способ сформировать в себе необходимую для целенаправленного мышления озадаченность, полную, цельную погруженность в проблему. Проблема состоит в том, что, как правило, мы не видим всех фактов, и создание как раз фактов позволяет привлечь, мы видим, в каких местах нам не достает фактов. Вот у нас здесь есть, например, когнитивные искажения, мы про них обмолвились. Сколько когнитивных искажений существует? 200 официально, там уже 200 с лишним, больше 200 когнитивных искажений. Вот теперь представить, что если я могу учесть когнитивные искажения, которые есть, и когда я делаю свое решение, я сделаю поправку. Какие когнитивные искажения можешь сделать поправку? Наивный реализм, например. Да, это что такое? Это когда мы думаем, что мы прям прозреваем истину, видим реальность и ситуацию, такой, какая она есть на самом деле. Никогда не так, потому что мы всегда из себя, собственно, ее видим. Да. Какие еще? Ну, есть, например, Данин Крюгер. Это мое любимое. Ну, часто такое бывает, что как бы мы не знаем того, чего мы не знаем, но при этом нам кажется, что вот вся ситуация нам доступна, и вот мы максимально в ней экспертны. Да. И эти когнитивные искажения, самое важное, может быть, там, тенденциозность. Да? Тенденциозность, это такая, как после того, как нарратив сформировался, я те аргументы, которые поддерживают мою позицию, я как бы их учитываю, те, которые не поддерживают, я говорю, это ерунда, и над этим перестаю думать. Классическая демонстрация тенденциозности, она связана с принятием решений, например, в рамках бизнеса. Это иллюзия альтернативы. Значит, большинство компаний, 71% компаний, точнее, решений, которые принимают компании, они делаются или директивно, кто-то сказал, Рукоэлл, надо это. Сливаемся. Или у них есть иллюзия альтернативы, когда они считают, что у них есть два варианта. Мы или это делаем, или это не делаем. Но на самом деле это тоже один вариант. Они не смотрят, что можно делать... Принято решение, или мы... Да. Ну, вот условно говоря, там, такой, может, более конкретно понятный пример. Вот я компания, вместе с компанией конкурент. Да? И дальше я думаю, вот может мне ее купить, и тогда мне не будет конкурента. И вот мы сидим, думаем, купить ее, не купить, дорого. А если, значит, мы купим, они еще какую-то создадут параллельную, и так далее. Да? Мы находим кучу аргументов в рамках одного решения. Но на самом деле мы можем купить ее сотрудников. Можно, условно говоря, развить какое-то другое направление, которое позволит нам диверсифицировать бизнес, и тогда этот конкурент, когда будет кризис... Мы будем более широкий спектр предлагать, и к нам будут идти конкурентный конкурент. Да, а мы выдержим, и заберем, опять же, его сотрудников. То есть вариантов решения задачи много, но, как правило, в 71% случаев рассматривается только один вариант. Или иллюзия, альтернатива, когда или сделать, или не сделать, это, значит, тоже на самом деле один вариант. И это такой пример, да, эффективность таких решений, как было показано, она те самые 52%. 52% неэффективна. То есть это, если монетку подбрасывать, то 50% получится. Да. Ну, то есть вот, условно говоря, если мы не учитываем большой, разные альтернативы, разные варианты принятия решений, то на самом деле мы просто тыкаем в этот, как его, в случайность. Да? Но если у нас появляется больше, больше трех вариантов, то сразу же эффективность у нас... А это как бы вот так может быть вообще. То есть если мы учитываем действительно много элементов, очень много дополнительных ходов получается, очень много дополнительной информации собирается, ты сразу видишь, какие еще могут быть вообще варианты решения. Это никогда не одно. Да. И варианты решений, и просто еще факты другие. Потому что ты же вываливаешься из нарратива, да? И вдруг ты понимаешь, что есть варианты, на которые ты вообще не смотрел. Но ты не смотрел, потому что у тебя было одно решение, и ты его пытался себе аргументировать, тенденциозно оправдать, что это правильное решение. Особенно если мозг его уже принял, и тебе нужно только, достаточно только оправдать. И таких когнитивных искажений, как мы понимаем, большое количество. И если мы проверяем свое решение с учетом, не ошиблись ли мы, не совершили ли мы когнитивные искажения, тем эффективнее будет решение наших задач. Когнитивные искажения – это огромный кейс. Конечно, здесь мы рассматриваем только самые простые и наглядные примеры. Например, ту же тенденциозность или знаменитый эффект Даннинга-Крюгера, когда люди, как раз вследствие своей некомпетентности, считают себя экспертами в том или ином вопросе, чтобы давать, как говорил классик «Советы космического масштаба» и «Космической же глупости». Когда мы в свое время исследовали проблему когнитивных искажений, выяснилось, что у нас их три большие группы. Те, которые обусловлены эволюцией. Так называемый эффект владения, который описали Ричард Таллер и Даниэл Канеман. Те, которые обусловлены особенностью функционала нашего с вами мозга. Одно из таких искажений как раз вот ограниченность сознания, та самая невидимая обезьяна. Наконец, те, которые носят социально-культурный характер, как, например, предрассудки и предупреждения, или, например, конформизм и подчинение авторитету. Поскольку тема эта большая, мы говорим об этом здесь мельком. Но поверьте, если вы хотите быть успешными в создании факт-карт, это вопрос, который должен быть вами изучен самым серьезным образом. Об этом мы с вами поговорим на курсе факт-карты. А пока вернемся к нашей сборке. Мы вот отсюда пришли, да, что у нас здесь должно быть целенаправленное мышление, да, мы должны поставить цель в центре. Это будет инструментарий определенный. Да. Вот. Нам нужна озадаченность как психологическое состояние, когда мы решаем задачу, да? Да, инструмент факт-карты, вот как раз он на эту озадаченность и влияет. Мы про 23 минуты здесь вспоминаем, правильно? Да. 23 минуты это то, что время, которое необходимо, чтобы загрузить в дефолт-систему, необходимые факты. Да. Там Глория Марк у нас это изучала. Если вы просто сели и выписываете факты и больше ничем не занимаетесь, то как-то намного интереснее даже это какой-то такой игровой процесс, что ли, становится. Вот. Поэтому легче. Действительно, через 23 минуты, вот когда вы уже это повыписываете все подряд, это скорее даже просто вот время, которое вы не будете переключаться между другими задачами. И вот у вас загрузится, и дальше действительно вот сами начнут факты вылетать, сами как-то еще там варианты какие-то подстраиваются, просто потому что мощность включится. Да. И за счет того, что у нас здесь много объектов, которые мы начинаем вот таким образом учитывать, мы как бы подсказываем своему мозгу, а смотри, ты вот еще можешь вот это сопоставить вот с этим, это сопоставить вот с этим, это сопоставить вот с этим. И, соответственно, мозг начинает сам складывать, а мы таким образом просто позволяем ему удерживать весь объём фактов, которые относятся к задаче, в таком актуальном режиме, чтобы он их никуда-то не засовывал, не распихивал, не забывал, а на этом на всём концентрировался. Да, причём получается же, что у нас на самом деле факты в ДСМ, они находятся во взаимосвязях и в отношениях. То есть как это вообще вот эти наши стаи? Точно так же мозг поступает и с фактами про любые другие содержания. То есть и когда мы действительно вот 23 минуты подумали, как-то... Но не просто мы думали, мы сидели и выкладывали на карту, да, у нас же мысль, она то зацепила, это зацепила, по три секунды нашла, тут что-то подказала, тут нашла, там и так далее. И в какой-то момент действительно нарастает критическая масса вот тех интеллектуальных объектов, которые, тех мыслей, да, если проще говорить, которые имеют отношение к делу, которые начинают загружаться в дефолт-систему, и они начинают уже сами с собой там... Растраиваться в взаимосвязи. В взаимосвязи, да. А мы их начинаем вдруг видеть. Задача нашего курса как раз показать, какие есть инструменты для того, чтобы эти прячущиеся в нас, скрытые от нашего сознания, понимания... Вот неукладывающиеся какие-то вот отсюда. Да, факты, чтобы их вынести на поверхность, и какие есть ходы, которые позволяют нам действительно увеличить объем вот этих фактов, мыслей, знаний наших, да, которые и не наших тоже, потому что мы будем еще рассказывать про то, как их находить, эти знания, для того чтобы расширять объем своей факт-карты и видеть дополнительные на ней решения. Ой, это, кстати, тоже это вот куда-то к когнитивным искажениям. Очень часто и с личными, и с бизнесовыми задачами возникает вот эта штука, когда мы даже не обращаемся никуда вовне. Нам кажется, что у нас уже есть вся необходимая информация, а это никогда не так. Была бы вся, не стоял бы вопрос. Да. В знаменитом исследовании профессора Калифорнийского университета Глории Марк было показано, что наш мозг нуждается в подготовительном периоде, чтобы настроиться на ту или иную интеллектуальную задачу. Среднее время такой концентрации составляет, по ее данным, 23 минуты 15 секунд. Конечно, многое в каждом конкретном случае зависит от того, насколько вы хорошо уже продумали тот или иной вопрос, насколько сильно вас отвлекли и многие другие какие-то подробности. 23 минуты – это среднее число. Но зачем нам вообще это время? Чем занят наш мозг в течение этого продолжительного времени? Ответ прост. Он очищает дефолт-систему нашего бессознательного мышления от предыдущих данных и загружает в нее новые. Большая проблема современности в том, что у нас, как правило, нет этих 23 минут, чтобы сосредоточиться на важных для нас делах. Ведь нас постоянно что-то отвлекает. Опять-таки, в среднем, каждый из нас каждые 8 минут заходит в телефон. То есть нас или что-то отвлекает, уведомления, звонки и сообщения, или мы сами отвлекаемся на этот кладезь, как нам кажется, полезной информацией. Новости, социальные игры, развлечения и прочую низкоинтеллектуальную ерунду. Вот почему так важна методология факт-карт. Это способ не просто сконцентрироваться на задаче, но и загрузить в свой мозг всю важную информацию по решаемому вопросу. Ведь очень часто так бывает, что какая-то информация, по сути, относится к проблеме, о которой вы думаете. Но ваш мозг никогда вам ее не предъявляет, когда вы думаете именно об этой проблеме. То есть нужные информации, факты у вас есть, но они ускользают от вас. А если добавить сюда еще нашу постоянную многозадачность и переключаемость внимания, то и вовсе катастрофа. Факт-карты – это идеальный инструмент предупредить соответствующую проблему и помочь себе и своему мозгу концентрироваться на задаче, не отвлекаться, не переключаться и учитывать действительно всю необходимую вам информацию для решения важной для вас задачи. Прошу, есть ли какое-то конечное количество фактов, которые нужно учитывать? Ну, на самом деле, конечного нету, но есть период, момент, после которого решение, которое заявляется в качестве задачи, становится очевидным. И тогда достаточно. Но если решение не приведет к результату, мы возвращаемся и снова занимаемся пересборкой. Боюсь, что многое из нашего разговора с Юлей звучит для вас пока несколько странно. Но это вполне естественно. Работа с факт-картами – это не теоретическое знание, а навык и результат опыта. Именно поэтому на курсе факт-карты вы будете иметь возможность прорабатывать свои собственные факт-карты на практике. Получите дополнительную поддержку от кураторов и от соавторов курса во время наших закрытых прямых эфиров и других активностей. Но как бы там ни было, сейчас мы с Юлей собираем факт-карту факт-карт. А поэтому я не могу не сказать, что с помощью этой технологии вы ощутите работу своего мышления над задачей. Вы увидите, как факты сами связываются друг с другом в нужные для вашего решения взаимоотношения. Вы поймете, что такое решение, которое приходит к нам изнутри. То, что Пуанкаре называл решающей мыслью. Да, это надо испытать на практике и почувствовать. И это получается практически у всех, кто уже прошел наш онлайн-курс. Так что в результате я абсолютно уверен. Не бойтесь сложности. Бойтесь бездействовать и не пробовать думать. Ведь мышление – важнейший из наших жизненных ресурсов. Основа нашего успеха и достижений как в личной, так и в профессиональной жизни. Но, конечно, для этого самого успеха недостаточно просто строить факт-карты. Необходимо действовать. Под лежачий камень, как известно, вода не течет. Кроме того, действие – это возможность проверить качество наших факт-карт. Если мышление – это процесс создания карт реальности и простройка маршрутов на них, то подлинное мышление – это проверка этих карт и этих самых маршрутов. Простые размышления – дело бессмысленное и провальное. Нам нужны результаты, а не витание в облаках. Так что это на самом деле целая технология, как научиться сверять свои интеллектуальные карты с реальностью в практической плоскости. Но пока продолжим строить нашу карту карт. В чем задача курса? На конкретных примерах показать, какой есть инструментарий, который позволяет эти факт-карты создавать по всему кругу этих проблем, учитывая вот эти все механизмы, которые у нас есть. И плюс очень важно то, что у нас… Я уже перехожу к этому блоку. Мы по этому поводу много проводили всяких разных исследований, в частности, высшешкольной методологии, и сконструировали вот эти вот три модели, с помощью которых люди обычно картируют реальность. Они это картируют тремя разными способами. Значит, это какие способы? Конструкторский, рефлекторский, центральный. Так, давай. Значит, конструкторский способ сборки предполагает, что мы все время находимся в создании причинно-следственных связей. Если мы… вообще наш мозг так устроен, что нам надо найти причинно-следственные связи, то факт-карта – это способ, который расширяет видение, потому что мир сложнее. И у нас, например, будут инструменты во время курса, где мы будем показывать, как справиться с этими ошибками, которые связаны с тем, что мы осуществляем вот это причинно-следственное мышление и не замечаем… вообще просто перед глазами стоит ответ, да, вот, но он просто не вписывается в причинно-следственное. А в конструкцию не влезает. Это мое любимое. Да, и мы показываем, как это развернуть. Рефлекторский способ состоит в том, что здесь очень много, как бы, у человека чувств, переживаний, состояний там и так далее, но очень мало что конкретизируется. Это вот как бы крайности, да, то есть здесь вот все хотим в квадратную схему превратить, так-так-так-так-так, жизнь чуть-чуть сложнее, да, а здесь наоборот, такой… да, вот, тут много чувств, впечатлений там и так далее, и сложно это структурировать в качестве вот такой, как бы, работающей модели, где факты наглядные, где они взаимосвязаны там и так далее. А центристский способ, он… Великолепен. Андрей Владимирович, центрист у нас. Вот, да. Значит, ну, на самом деле у него тоже есть издержки, потому что он очень, как бы, всегда нацеленный, он, как бы, ему… он увидел истину в последней инстанции, и вот он с ней, значит, шалобудет там и так далее, да вот. И расширить этот объем, да, дать ему научить его сомневаться, а таким образом открывать новые возможности – это особая тоже задача, и мы должны тоже соответствующие инструментарии предоставить участникам нашего курса. Исследования, которые мы систематически проводим, в том числе на специальном нейрофизиологическом оборудовании, показывают, что наши с вами мозги и в самом деле работают по-разному. В зависимости от того, кто вы по психотипу, какой ваш базовый психобиологический радикал, вы думаете особенным, специфическим образом, не так, как и множество других людей с другими людирующими психобиологическими радикалами. Это значит, что что-то вы постоянно упускаете из вида, а на чем-то основательно концентрируетесь, хотя не следовало бы так уж на этом зависать. Но что поделать? Природа словно специально сделала нас разными. Может быть за тем, чтобы нам всегда было о чем поспорить и поддержать таким образом социальный контакт, а может быть потому, что мы типологически предназначены с вами под разные задачи – распределение, так сказать, интеллектуальных функций в социальной общности. Так или иначе, этот дефект в каждом из нас есть. Никто в этой части из нас не идеален, у каждого свои буквально психофизиологические шоры. Факт-карты, если по-настоящему системно использовать эту технологию, это способ избежать искажений, обусловленных тем, что все люди разные, а поэтому избирательны в своем внимании и видении. Именно поэтому ваши решения, полученные с помощью профессионального создания факт-карт, позволят вам решать задачи на порядок лучше, чем это делают те, кто думает, что думает. Ну что, про что мы еще не поговорили? Про то, что вообще является целью факт-карты. То есть мы же говорим про карту, как про возможность на самом деле увидеть один следующий шаг. Что очень часто на самом деле, ну вот есть какой-то такой запрос, что придумать вот план действий вот по решению всей проблемы на пять лет, и значит, если что-то пойдет не так, то все просто рушится и до свидания. А на самом деле, ну как бы нашей задачей же как раз вот этот один следующий шаг. Это вот мы возвращаемся к тому, что реальность очень сложная, поменяется после нашего следующего шага, и потом уже... То есть я просто хочу показать вот эту мысль, что вообще в целом факт-карта — это не какое-то вот развернутое описание ситуации, это нам инструмент мышления, чтобы оттолкнуться, чтобы сложно подумать, и дальше начать уже действовать вот здесь. Да, значит, я сейчас еще просто эту же мысль попытаюсь по-другому сформулировать, да. Значит, мы создаем факт-карту не потому, что в ней появится ответ на наши вопросы. Он покажет, что мы можем делать, потому что проблема — это, как правило, когда ты стоишь в тупике. То есть ты хочешь написать сценарий, он не пишется. Да? Что сделать для того, чтобы он записался? Составить факт-карту — он запишется, да? Но вы на факт-карте не напишете сценарий. В противостоянии, это не надо путать. По первым буквам каждого слова должно было... На какой-то секретный секрет откроется вам. А у вас, наоборот, закрутится просто ДСМ, и она начнет сама варить вам эти новые какие-то решения, видения и так далее. Вот. И у вас будет получаться сценарий. Значит, вот если мы будем сталкиваться с личной проблемой, я вот уверен, что в центре вот здесь всегда будет неправильный вопрос. Потому что мы уже обычно что-то думаем про это, и это вообще не то, где нужно сказать. Поэтому у нас есть проблема, да? И потому что мы неправильно сам ставим вопрос, да? Значит, и после того, как мы будем с нашими участниками нашего курса раскладывать эти карты, мы будем видеть, что на самом деле вопрос, который был задан, он как раз прячет от нас факты, да? И после того мы как бы увидим, что ситуация совсем... Совсем другой вопрос перед нами стоит. И когда мы увидим этот вопрос, мы увидим разные варианты решения задачи, разные варианты направления действий. Вот. И это будет результатом, да? Не то, что у нас нету психологической проблемы, так не случится, вот. Но мы найдем способы, куда нам двигаться, да? И мы найдем выход из тупика. Это удивительно, насколько мы можем оказаться в заложниках и не видеть просто огромное количество возможностей, которые есть в ситуации, вот. Просто потому что мы оказались в заложнике нынешнего видения. Но нужно всегда помнить, что такое проблема, да? Проблема — это тупик, когда ты не знаешь, что тебе делать дальше, да? Вот если факт-карта позволяет тебе увидеть, что ты должен делать дальше, вот, собственно говоря, задача наша и решена, да? То, что мы уже дальше будем находиться в процессе действия, да? И там будут возникать новые факты, новые обстоятельства. У нас могут меняться наши какие-то приоритеты и так далее. Но это будет уже следующий процесс, и он требует создания новых факт-карт. Вот. В этом смысле я человек, который создает бесконечное количество этих факт-карт, весь кабинет завален этими бумажками. Почему? Потому что после того, как тебе надо собраться и там что-то сделать, ну, как бы значительно проще помочь себе, да? Я здесь еще просто говорю про сам инструментарий. При внешней сложности его, да, вот. Вот. Он, в принципе, достаточно простой после того, как вы схватываете суть, да? Как вы понимаете, как это работает. И вот задача курса как раз на конкретных примерах конкретных людей посмотреть, как они решают свою задачу с помощью факт-карта, как они видят там возможности, как они переформулируют вопрос, как они видят сферы, в которых они могут получить дополнительную информацию, там, и так далее, и так далее. И вот идея нашего курса состоит в том, чтобы на конкретных примерах наши участники курса увидели, как это работает, чтобы это превратилось в такой, как бы уже более спонтанный какой-то естественный процесс, а не то, что мы сидим там и... Мучительный. Мучительный. А нужно это выписывать или не нужно? Выпишите все, пожалуйста. Если что... Можно зачеркнуть. Да. И, соответственно, мы будем формировать вот такой, как бы, навык, который, в принципе, как бы, из набора инструментария превращается в естественный способ думать. После того, как несколько раз это делаешь, то уже потом в обыденной жизни, даже без создания фокс-карт, мышление работает более объемно. Потому что после того, как вы эти... Разоблачаете свои какие-то ошибки мышления, находите новые способы обогащать собственное видение реальности, дальше мозг будет это делать сам, потому что ему это будет выгодно. Он понимает, что это его ресурсы экономят. Он же у нас энергию очень любит экономить. У каждого из нас есть это искушение получить понятную инструкцию на все случаи жизни. Сколько вешать в граммах. Но, к сожалению, ни вечных двигателей, ни философского камня алхимиков не существует. Вообще обучение – это очень специфическая вещь. Вот, например, я, врач, нас учат целых шесть лет. Очно и, я бы даже сказал, ночно. Но что мы выносим, как студент-медик, из аудитории? Честно скажу, ровным счетом – ничего. Специалистом становится только тот студент, который с самого начала не только учится, но и работает в клинике. Видит больных, наблюдает за тем, как работают другие врачи, включается в терапевтический процесс. Только из таких врачей вырастают суперпрофессионалы. И когда мы говорим о мышлении, тут ситуация аналогичная. Теория – это хорошо, практика без нее, как известно, мертва. Наша задача – сразу использовать наши знания и инсайты на практике. Именно так и сделан наш онлайн-курс. Студенты сразу получают практический опыт, сразу чувствуют эффект и полную вовлеченность, о чем свидетельствует хотя бы процент доходимости, а он составил 94%, что, казалось бы, просто невозможно. Да, на курсе вы сразу будете решать свои проблемы и вопросы, глядя на то, как это делают другие 12 человек – герои каждого из наших занятий. Как в моем примере с врачом, не просто слушать и прослушивать теорию, а подсматривать и таким образом учиться, получая все необходимые инструкции, рекомендации и, конечно, полноценную, вдумчивую обратную связь. Так, ну что мы еще не рассказали? Есть еще удовольствие от происходящего. Вот то, что вы называете в красной таблетке легальным дофамином, за который вам ничего не будет. Это же вот этот механизм как инсайт, что ли, когда вы… Ну, это вот сюда. Да, да, вот он. И то есть это действительно какое-то ни с чем не сравнимое ощущение удовлетворения о том, что от того, что, во-первых, ты как-то сложно подумал, а во-вторых, это еще и привело к эффективности. Вот как это вообще работает? Ну, вообще, любой выход из тупика сам по себе является для нас… Ну, это ощущение свободы и возможности дальнейших действий. Это как будто бы тебя развязали. В этом смысле инсайты – это, с точки зрения вот такого внутреннего переживания, это освобождение от груза вот этих вот бессмысленных тягостных мыслей, переживаний, состояний там и так далее. Ну, вот. С точки зрения нейрофизиологии под этим действительно состоит дофаминовая штука, потому что, как выяснилось, мы получаем подкрепление со стороны мозга, а дофамин – это мы вырабатываем, наши нервные клетки вырабатывают вещество, которое же мозгу делают приятно, да? Вот. И как выяснилось, благодаря Вальфорану Шульцу и дальнейшему там целой серии блистательных экспериментов, было показано, что дофамин вырабатывается у нас не когда мы удовлетворяем какую-то потребность, а когда мы знаем, как удовлетворить какую-то потребность. Вот. И, соответственно, вот эта сборка интеллектуального века, когда мы находим это решение, у нас мозг и вознаграждает дофамином. Все думают, что они удовлетворение получат, когда всё будет решено, когда всё случится. Значит, на самом деле, когда всё случится, станет тоскливо, да? Ну, когда ты знаешь точный путь, как добиться этого результата, вот тут тебя драйвит, да? И тебе нужно получать дофамин, тебе нужно... Ну, и в процессе ты начинаешь одно, за этим идёт дальше, в целом как-то вот нарастает темп, ритм, и это очень какое-то вот субъективно приятное ощущение. Да. И вот если мы просто там, инсайт — это такая терминология, которая первая волна такой гуманистической психотерапии, она на этом делала, да? Там пиковые переживания, это Абрахам Маслова называл, пиковыми переживаниями, когда у тебя вдруг складывается, как действует, да? Ну вот. А более современный термин — это поток, он мне не очень нравится. Чиксент Михаевский? Да, Чиксент Михаевский. А что плохого? Ну, он такой очень художественный вместо толкового, да? Но вот просто... Рефлекторский такой, да? Да, немножко неконкретный, да? Ну вот. Но то, что мы делаем, мы как раз формируем способность человека входить в состояние потока, потому что его характеристики состоят в том, что я понимаю, куда двигается, да, целенаправленность. Я хочу туда двигаться, у меня есть эта озадаченность, да? Я получаю большое количество удовольствия по ходу, потому что у меня складываются элементы один к одному, да? Я вижу связи, которых я прежде не обнаруживал, что, собственно говоря, и вызывает эти всплески дофамина, вот. И это вот технология вхождения в состояние потока, вот. Но опять же, сначала факт-карты, потом единичные инсайты, потом навык, да? И потом уже состояние потока. Ну, это высший пилотаж, который доступен всем, кто потратит на это достаточное количество. Прекрасных усилий. Вот и подошла к концу наша отчасти шуточная, а на самом деле совершенно серьезная сборка факт-карты, технологии факт-карт. Описание принципа – это ведь лишь описание принципа, но это не технология как таковая. Технология предполагает использование правил и практику, чем мы и занимаемся на онлайн-курсе факт-карты. А сейчас у нас была возможность об этом лишь, так сказать, намекнуть. Я был бы и рад как можно проще все объяснить, уложившись в какие-нибудь 10-15 минут. Но за такое время, как известно, и котята не родятся. И если уж говорить про наше мышление, то и вовсе это же огромная, сложная и при этом невероятно красивая, на мой взгляд, задача. Великий Анри Пуанкаре, кстати, предполагал, что в нашем мозге есть специальный верификатор красоты решений. Что в сознание и с подсознания попадают только те мысли, которые по-настоящему красивы, изящны и ценны. Впрочем, это тот редкий случай, когда великого ученого мне, со всем пиететом и уважением, придется чуть-чуть поправить. Этот верификатор, этот фильтр стоит только в тех мозгах, которые умеют мыслить, которые этому мышлению научились. Если человек не освоил механику мышления, не тренировался думать объемно, системно и креативно, его фильтры – это решето. А сознание полно мыслей, которые не только некрасивы, но и вообще не заслуживают того, чтобы тратить на них время своей жизни. И я очень надеюсь, что мне удалось сегодня заинтересовать вас темой мышления, показать, насколько она сложна. И при этом, как велика роль, значение и ценность мышления в нашей жизни. Меня часто спрашивают, возможно ли развивать мозг. На что я все время отвечаю одно и то же. Наш мозг, его базовые нейронные сети, которые отвечают за разные режимы работы, развиваются до 25 лет. Первые 25 лет нашей жизни нейроны мозга выстраивают длинные магистрали, связывающие разные анатомически удаленные друг от друга отделы мозга. Но на этом процесс развития и заканчивается. И на самом деле этого вполне достаточно. В процессе детского и юношеского развития мозга мы создаем структуру, расчетные сервера нашего мозга. Дальнейшая задача – научиться ими пользоваться, реализовывать их потенциал на полную мощность. Проще говоря, мозг взрослого человека не нуждается в развитии. Он нуждается в эффективном использовании. И я уверен, что технология факт-карт – это как раз один из лучших инструментов реализации вашего интеллектуального потенциала. Поэтому приглашаю вас на наш онлайн-курс, где мы будем работать с нашим мышлением вместе. Осмысленно, целенаправленно, для собственных, так сказать, жизненных нужд. До встречи на курсе. И всего вам самого-самого доброго. Все зависит, в конечном счете, от того, насколько у нас болит. Если у них не болит... Ну, не то, что болит, но вот насколько надо, скорее, насколько есть вот этот внутренний какой-то импульс что-то вообще решать. Потому что, ну, многим, если честно, приятно вот просто как-то загрустить, пострадать, пожалеть себя и ждать как-то из вне каких-то вариантов. Вот, но если это не наш вариант, а мы надеемся, что это и не ваш вариант тоже, вот, то как-то вот путь. Да? Ну что? Все? Факт-карта, факт-карта сделана. Теперь нужно брать человеческие мозги и... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова